Приветствую вас, как-то мне вот понравилась ваша фраза, что живёшь из-за них, то есть, что вы хотели там сказать, Екатерина, что вы хотели сказать этой фразой, живёшь из-за них, может быть, вы хотели сказать для них, а не из-за них. Понимаете, Катя, вы не описываете любовь, вообще, вы описываете привязанность, вы описываете зависимость, вы описываете слияние, эмоциональное слияние, вы описываете отсутствие личных границ, вы описываете страх одиночества, но вы не описываете любовь, потому что любовь, это всё же чувство, которое предполагает, что вы будете что-то отдавать. Любовь, это чувство, которое предполагает, что вы будете заинтересованы в том, чтобы человек личностно рос, развивался. То, что делаете вы, не похоже на развитие, то есть, не похоже на заинтересованность в развитии ваших родителей, вот. Поэтому, раз личностным родителям вы не заинтересованы, и раз вы не отдаёте того, что могли бы отдавать, например, свободно, то назвать это любовью, вот то, что вы описываете, ну, честно, язык не поворачивается. Это не любовь, это зависимость, как я уже сказал. И патологическая любовь, ну, вот, само словосочетание, само словосочетание, патологическая любовь, ну, оно, словосочетание, как бы, удобоваримо, лично, вот, в таком чисто бытовом языке, на сетейском, на сетейском языком, если говорить, вот, но на более-менее профессиональном языке, на более-менее профессиональном языке, патологическая любовь, как бы, слово патологическое исключает любовь, знаете. Потому что само понятие любовь, это всё-таки по большому счёту, как я уже сказал, это отдача, это отдача, причём это не жертвование собой, а это именно отдача того, что у человека есть, чем он свободно, спокойно распоряжается абсолютно без какого-либо напряга для себя, вот. А в вашем случае получается так, что вы собой жертвуете, вот. Поэтому это просто эмоциональная привязка к родителям, так сказать, эмоциональная пуповина, как её иногда называют, не разорвана, вот. И всё, и, соответственно, то, что вы называете патологической любовью, вот, отсутствие своей собственной жизни и так далее, и так далее, и так далее, вот. То есть, по сути, сейчас ваше существование полностью определяется родителями. И вы себя чувствуете в безопасности. Так, что у нас всё хорошо, у нас всё предельно понятно, что предельно просто. То есть, понимаете, вот какая штука, жить для кого-то, да, вот, жить для другого человека достаточно легко. Вот это достаточно легко, потому что мы все это видим, мы видим, что человеку нравится, что человеку не нравится, вот. Как бы особых проблем особых с этим нет. Я имею ввиду особых проблем именно вот с тем, чтобы жить для кого-то не возникает. Но что будет, когда этого человека не станут? Что будет, если он, как в случае, например, с вашими родителями, да, если человек умрет, вот рано или поздно, ваших родителей нет шанса, что будет тогда? Что будет? Что произойдет? Как вы будете жить тогда? Понимаете, и не для кого будет что-то делать. И вот этот момент, он, в общем-то, обесценивает, по сути, все, что вы делаете сейчас. И этот момент, момент такой вот, своего рода, бессмысленности, того, что вы сейчас делаете, того, как вы сейчас живете, он делает абсолютно необходимой для вас психотерапию. Чтобы вы вышли из зависимости от своих родителей. Вот, чтобы вы начали жить сам. Да, через сопротивление, да, через боль, через ошибки, через негодование в стороне родителей. Да, это не легкий путь, но это путь, вам его нужно пройти, и вы сможете этот путь пройти. Но, но, только если хотите. Вот, то есть, вот знаете, как бы, если вы хотите начать жить для себя, то мы вам можем помочь. Если нет, то все ваши вопросы, вот, в частности, этот вопрос может либо быть патологический, да, это просто, такие умозаключения. Это просто, вот, просто мысли, просто интеллект, вот знаете, интеллект те или иные знания, вот он гоняет их туда-сюда, гоняет их туда-сюда. Да, и все меняется от этого, ничего. Вот, поэтому, такая вот история, в такой момент вы как-то для себя определитесь с этим моментом, да, и, соответственно, попробуйте принять ту реальность, которая вам неприятна, скорее всего, попробуйте ее принять. Вот, и решить, что хотите делать, вот. А, пиктрапия вам поможет. А то, понимаете, вот это, габаритюры, да, живёшь, говоря, из-за них, ну, не из-за них живёте, вы, вы живёте, ээм, ну, из-за себя выразяясь, с вашими словами, потому что живёте с тобой. Представляете, насколько себя нужно обесценить, обесценить, да, жить только для кого-то, не для себя. Вопрос возникает, почему так. И как вы к этому пришли, точнее даже не как вы к этому пришли, а что поддерживать, что поддерживать, у вас каждодневный выбор в сторону этого направления. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я вам желаю самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация добре сейчас.